Посольство России в Германии на улице Унтерден-Линден. Если раньше живущие в Берлине россияне в основном приходили сюда, чтобы оформить документы или проголосовать, в последние недели здесь выражают скорбь. Со дня смерти Алексея Навального прошел почти месяц, но люди продолжают приносить цветы к посольству. Они требуют освободить политзаключенных, которых еще можно спасти. Также протестующие выступают за переименование улицы Беренштрассы, на которую выходят некоторые здания российского посольства, в улицу Алексея Навального. Онлайн-петиция на эту тему набрала уже почти 50 тысяч подписей. Я был сторонником Алексея Навального, и я считаю, что сейчас еще борьба идет, и поэтому это часть тоже борьбы против путинской пропаганды. Оппозиционно настроенные россияне собираются также здесь, в Берлинском театре «Панда». Десятки людей пришли поддержать друг друга, а также поучаствовать в дискуссии о предстоящих выборах, войне и о том, что делать дальше. Мне нехорошо к ним отношусь. Ничего хорошего от них не жду. Вы пойдете к нам самому? Нет. Я думаю, что я спорчу притей. В частности, наверное, поставлю больше, чем одну галку и пишу что-нибудь вроде «Навальный наш президент». Я думаю, что большинство людей, приехавших в Германию, в Европу, не возлагают больших надежд на выборы, потому что совершенно ясно, каким будет результат. Участники мероприятия говорят, что сейчас у многих из них преобладает чувство беспомощности. Из-за того, что их голос на этих выборах ничего не изменит, и чувство вины из-за войны против Украины. У участников демонстрации тоже нет сомнений, как закончатся эти выборы. Эти люди слишком хорошо знают, как подавляется инакомыслие, и работает гигантский госаппарат для контроля на выборах. Они уверены, что их протестная активность даже здесь, в безопасном Берлине, не останется незамеченной для российских властей. «Минуту назад ко мне подошел сотрудник консульства и поздоровался, намекая, что он наблюдает за нами. Он присутствовал на этой акции и регистрировал все, что здесь происходит». «Это все ужасно. Ужасно. Я боюсь ехать в Россию, на мою родину. Кто мог такое предположить?» Многие оппозиционно настроенные россияне считают, что раз выборы не могут ничего изменить, надеяться остается только на успехи украинской армии на поле боя. Ведь только если ВСУ победят и выдавят российских солдат с территории Украины, будет создана реальная угроза для существования режима Владимира Путина.